Всем привет! В прошлых видео мы реализовали почти все роуты для GVT-авторизации. Нам остался самый последний и, наверное, самый сложный. Это роут-рефреш. Когда аксесс-токен протух или его вообще нет, но у нас есть подходящий рефреш-токен, мы можем получить новую пару токенов. Сначала реализуем часть на экспресс-сервере, так как она самая простая. На экспресс-сервере рефреш будет выглядеть вот так, достаточно просто. При запросе рефреша мы генерируем новые аксесс- и рефреш-токены и отправляем их к пользователю. Рефреш-токен мы отправляем в куки, а аксесс-токен мы отправляем напрямую в теле запроса. Единственное, что нам нужно сделать, это провалидировать, актуальны ли рефреш-токены. И только в этом случае мы можем все это выполнить. В другом случае мы должны выдать 401 ошибку. По аналогии, как мы защищали роут запросы профиля, мы также защитим с помощью мидалвара роут рефреша. Сейчас покажу, как это выглядит. Здесь можно было, конечно, по аналогии назвать верифай-аксесс-токен, а эту функцию я назвал верифай-рефреш-токен мидалвар. Эти функции очень похожи, они почти одинаковые. Когда мы проверяли аксесс-токен, мы его доставали из заголовка авторизации. Здесь мы достаем его из куки. Как и в первом случае, если токена нет, то мы отправляем 401 ошибку. Здесь также, если рефреш-токена нет, то отправляем 401. Пробуем его раскодировать с помощью библиотеки JVT, JVT WebToken. Проверяем его валидность, сюда отдаем рефреш-токен, сюда отдаем подпись. Если раскодировать получилось, то получаем им пользователя, и его можно прокинуться дальше. В случае ошибки, если не получилось верифицировать, то отправляем 401 статус. Если все прошло успешно, то мидалвара прошла успешно, и вызываем Next, чтобы все пошло дальше. Рефреш. На экспресс-части это все. Роуд рефреш тут полностью готов, изменений тут больше не будет. А вот на фронтенде будет логики довольно много. Для начала на фронтенде в файле index.ts, где все наши запросы, создадим последний запрос, рефреш-токен. Он почти такой же, как логин, только мы не отдаем никакие параметры. Мы с помощью Axios Instance запрашиваем роуд рефреш. А рефреш-кока должна отправиться автоматически, поэтому передавать нам ничего не надо. В ответ нам, как и в случае логина, также придет пара токенов. Access токен и рефреш-токен. Access токен придет в body, и рефреш-токен придет в cookie. Интерфейс можно использовать такой же, как и в случае с логином. В файле, где мы создаем инстанс Axios, мы до этого с помощью интерсептора-перехватчика подписывали все запросы, которые нам нужны, кроме запросов логина, рефреш и логаута. С помощью заголовка авторизации там... И туда мы помещали Access токен. До этого мы его брали напрямую из стора. Теперь я сделал эту функцию асинхронной, потому что в некоторых случаях нам нужно будет Access токен доставать из запроса, из запроса рефреша. Посмотрим теперь, как выглядит Action Creator Get Access токен. Старый вариант я закомментировал пока что. Здесь мы напрямую доставали из стора Access токен и отдавали его в перехватчик запроса. Теперь логика здесь немножко усложнилась. Старый я закомментировал для простоты, но мы ее вернем. Теперь появилось новое. Здесь вместо того, чтобы достать Access токен из стора, мы сразу запрашиваем рефреш токен из опишки. И здесь я сделал такую интересную вещь. Так как несколько запросов одновременно могут запросить рефреш токен. Для того, чтобы избежать гонки, мы создадим переменную Refresh Token Request. И туда будем помещать только один запрос. Если эта переменная пуста, то помещаем туда этот запрос. Но в случае, если переменная не пуста, то есть там запрос уже какой-то осуществляется, то мы будем его просто ждать. Ждем результат с помощью конструкции Async Await. Здесь я также переделал возвращаемый тип в Promise. Когда мы получили результат, то Refresh Token Request, эту переменную, надо обратно поставить в NULL для следующих запросов. Нам придет новая пара токенов. Access Token мы, как раньше, сохраняем в Store. А Refresh Token будет доступен в куках. И функции перехватчику мы отдадим Access Token обратно. Здесь он его получит и подпишет. Посмотрим, как все будет работать теперь. У меня backend поругался то, что я эту middleware проверки Refresh Token не добавил в экспорты. Поправил эту ошибку. Проверим, как теперь все будет работать. Вводим admin-admin, как и раньше. Мы залогинились. Теперь произошел лишний Refresh, так как мы запрашивали профиль, перед ним произошел Refresh. И теперь каждый раз, когда мы будем запрашивать апдейт профиля, перед ним будет выполняться Refresh. В принципе, все будет работать, но, как мы видим, запросов слишком много и их могло бы быть поменьше. Нам нужно производить Refresh только когда Access Token полностью протух, а не с каждым запросом. Поправим это. Чтобы выполнять запрос на Refresh только когда токен протух, переместим всю асинхронную логику вот сюда, внутрь IFA. Если Access Token нету, когда мы его достали из Тора, или если токен протух, то тогда выполняем асинхронную логику, идем за ним на сервер и вернем его из запроса. Если мы в этот блок не попали, и токен есть, и он не просроченный, то просто его вернем. Здесь появилась функция из TokenExpert. Сейчас покажу, как она выглядит. Она достаточно большая, 30 строк занимает фейл с этой функцией. На вход сюда приходит токен, а он может и не прийти, если его нет. И в ответ мы должны вернуть булево, протух он или нет. Если токен не перешел, то сразу возвращаем true, он протух. Или, ну, он точно не подходит, потому что его нет. Дальше делаем блок tryCatch. И объясняю все построчно. Сначала нам нужно достать из токена часть его информации. Сейчас покажу, как токен выглядит. Токен наш выглядит вот так. Нам нужна вот эта средняя часть. Ее можно раскодировать и получить логин и время выпуска, и время, когда он протухнет. Мы с помощью сплита по точке достаем вот эту среднюю часть. Она будет под индексом 1. И дальше мы ее раскодируем. В браузере есть функция AtoB. Точнее, AtoB. С помощью BtoA можно зашифровать. С помощью AtoB расшифровать. Сейчас покажу, как это работает. Прямо нажимаем, открываем здесь консоль. Ух, сколько тут ошибок. Копируем эту часть. Пишем AtoB. Сюда вставляем наш токен. Расшифровываем. И вот он расшифровался. Все в виде строки, поэтому нужно еще вызвать jsonparse. На эту среднюю часть вызываем jsonparse. И тут нужны две переменные. EXPO и ADD. Когда токен выпустился и когда он протухнет. Можно для удобства написать небольшой интерфейс, чтобы знать, что здесь должно вернуться. Теперь, чтобы определить протухли токены, нам нужно выполнить математические действия вот в этих трех строчках. Сначала нам нужно узнать, сколько времени осталось жить токену. Для этого из времени протухания нам нужно вычесть unix-овое время. Для этого делаем отдельную функцию в файле date.ts. Вот так вот можно с помощью приведения, с помощью знака сложения из new date получить число. Миллисекунды можно отсечь, поделив на тысячу и округлив. Посмотрим, что выведет это действие. Но выводит вот такое время. И теперь нам из одного нужно вычесть другое. Здесь мы получим, сколько времени осталось жить токену, например, 4 секунды. Дальше нам нужно определить, при каком времени его надо обновлять. Можно обновлять его только, когда он в упор протухнет, но я обычно обновляю, когда остается какое-то время. Вычитаем эти два значения и получаем, что время жизни токена 10 секунд. Домножаем на какой-либо множитель, который мы задали 0,5. И получаем, что когда осталось 5 секунд, то уже пора обновляться. Если время жизни токена 4 секунды, а при 5 уже пора обновлять, то мы вернем результат в сравнение этих чисел. 4 будет меньше 5, и да, пора обновлять. Понять это на слух достаточно сложно. Поэкспериментируйте с этими функциями и станет немного понятней. Но 5 секунд это для минимального времени жизни для обновления. Это маловато. Можно обновлять, когда осталось или 30 секунд, или даже 1 минута. Если время жизни токена минута, аж живет он 10, то можно уже и отправить запрос на рефреш. Функцию из токен эксперт мы реализовали. Теперь посмотрим, как все работает. Вводим здесь, как раньше, админ-админ. Запрос на рефреш сейчас не должен улететь. Запроса нет. Теперь нажимаем update профиль. И вот только в некоторые моменты выстреливает рефреш. В рефреш выстрелил. Все работает идеально. Теперь осталось сделать одну последнюю вещь. Теперь, когда мы обновляем, у нас в куках есть рефреш токен, и по нему мы можем установить авторизацию. При обновлении странички пользователь должен налогиниться автоматически, если есть живой рефреш токен. Реализуем это. Чтобы срабатывало восстановление авторизации при старте приложения, в файле app мы просто добавим dispatch get-профиль. И благодаря тому, что в get-профиль требуется access-токен, у нас работает вся логика по получению и обновлению access-токена. Если его нет, то запросится refresh-токен. И всего лишь одной строчкой мы делаем здесь всю логику. Посмотрим, как это работает. Если мы просто обновляем страничку, у нас в куках ничего нет, то поскольку у нас нет access-токена, мы запрашиваем рефреш. Рефреш не проходит, токен не получаем, и профиль, соответственно, тоже отваливается. Посмотрим теперь, если мы залогинимся, как все это будет работать. Вот мы залогинились, логин прошел, профиль получили. И теперь обновляем страничку. Обновили, рефреш прошел, профиль мы получили. Это благодаря тому, что теперь у нас в куках хранится рефреш-токен. Если мы его отсюда специально удалим, то залогиниться не получится. Снова на запроса DS-401 введем еще раз. Submit. Обновляем страничку. И теперь рефреш сработает корректно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Весь код я выложу на гитхаб, разбитый прямо по урокам. Спасибо. 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 Спасибо.